всем 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 огромный привет из канады приглашаю вас снова сегодня мое видео мое видео сегодня о моих находках в секонд-хенде я нашла вообще невероятное сокровище вот я так пытаюсь вас заинтересовать но на самом деле я нашла сильно очень интересные вещи которыми я с вами сейчас поделюсь которые я вам покажу все примере конечно как всегда и очень надеюсь что вам понравится это видео давайте начнем с самого начала я даже не знаю чего начать наверное самое ценное я оставлю напоследок хотя в принципе так хорошо давайте начнем с первым колье вот такое вот колье очень в стиле восьмидесятых девяностых восьмидесятых я не могу сказать что она уж очень какое-то винтажное я даже думаю что она вообще совсем не винтажные потому что такой стиль был присущ вот где-то ну вот восьмидесятые даже может 90 ну вот я честно говорю помню мою молодость мы такое носили но сейчас это все вернулось это все очень красиво модно и на самом деле я мне очень нравится вот такого типа колье я кстати вспоминаю что у меня когда-то было такого типа колье золотое не такой толщины конечно не подумать очень похожи очень похожего плетения но намного тоньше но золотое и я потом его продала где-то сдала на лом потому что в общем они совершенно вышли из моды чужели вот такие вот вещи и мне она разобралась и я его как бы избавилась за определенную сумму конечно вот но вот сейчас вот снова снова это все в моде и очень даже популярно поэтому вот я снова купила его винтажном магазине за там долларов 5 никакого нету на нем обозначение какого он бренда выпуска не знаю никаких никаких знаков никаких марок но выглядит она очень добротно очень тяжелая такое очень но не очень тяжелая но тяжелая я имею ввиду не в том смысле что его тяжело носить а в том смысле что для ювелирного украшения вот тяжесть определяет его качество для бижутерии именно вот такая легонькая совсем тоненькая бижутерия как правило это вот последние китайские изобретения и производства поэтому вот если такая хорошая тяжелая вещь это значит что это хороший бренд и в общем-то хорошее качество надела на себя и показываю как красиво она выглядит на шее она вот так вот очень хорошо лежит эти есть украшения вы их надеваете их нужно все время поправлять расправлять они как-то так скручиваются перекручиваются а здесь нет надел и вот так вот она красиво лежит очень хорошая длина такой чокер но не очень короткий мне очень нравится кажется что очень современно очень модно несмотря на то что это винтаж наверное скорее всего но а сейчас снова это вошло в моду следующее украшение тоже безымянное у него нету никаких обозначений но она очень интересная бить и вот такой вот красивый упс переворачивается вот такой вот красивый кулон с цепочкой причем такого необыкновенно красивого зеленого цвета кабошон скорее всего это пластик но сам кулон сделан необыкновенно красиво и тонко видите вот очень много всяких деталей гравировка такая красивая на нем он переворачивается что самое смешное видите он вот так вот вращается и можно носить его вот так вот просто этой стороной вернее я бы не стала это делать потому что вот такая вот вот эта сторона его совершенно никакая не для носки я думаю переворачивается для чего не знаю я думаю что вот эти вот переворот разворот это просто какой-то вот какая-то фишка вот этого бренда причем посмотрите как красиво он отделан и сделан вот по краю вот этого кабошона тоже очень красиво цепочка и заканчивается она крючком. Из чего я делаю вывод, что это, безусловно, винтаж, потому что вот такие вот крючки на конце цепочки обычно делались где-то в 50-х, 60-х годах, может быть, в 70-х. Я нашла в интернете что-то подобное с очень громким именем и маркированное. Эта штука не маркированная, и поэтому я не берусь сказать, не буду произносить название того, что я нашла. Там была маркировка, но они один к одному абсолютно идентично похожи. Возможно, это подделка, но сделано шикарно, очень хорошо. Вот вся вот обработка, всякие мелкие детали. Мне не к чему придраться, потому что это совершенно, совершенно абсолютно качественное изделие, сделано великолепно. Нигде никакого схода покрытия нет. Все очень аккуратно сделано. Я еще подозреваю, что это не подделка вот благодаря вот этому крючку, потому что мне кажется, что если бы это была подделка, то не было бы крючка, а было бы обычное какой-нибудь знаете, ну вот как современная как бы застежка такая, вроде как вот, ну вот, крабики всякие или что-то такое, но крючок, в принципе, свидетельствует о его винтажности, хотя подделки сейчас делают настолько хорошо и качественно, абсолютно полностью подделывая изделие. Но я хочу сказать, что когда делают подделки вот именно абсолютно стопроцентно сделанные под какое-то изделие, то обычно уже и ставят, и штампуют название. То есть, как, допустим, сделать подделку Гочи, так уже хорошую, причем дорогую, то обязательно будет стоять, что это Гочи, чтобы не просто так, как бы вот, с названием. Так, кулон очень красивый, очень красиво выглядит на шее. Видите, он довольно короткий, тоже как чокер, и вот такой вот прямо под шейку длины, но мне нравится, я очень люблю такой, и он очень, видите, так аккуратненько тоже лежит, аккуратно лежит на шее, и очень красивого цвета вот этот вот кабошон, этот камушек, прям такой летний-летний, причем, знаете, я носила его уже, носила с совершенно не зеленым платьем, а наоборот, даже с коричневым, и это было очень красиво. Вот, знаете, у меня было однотонное коричневое платье, и сверху вот это вот такая, ну, как бы вот цветное пятно вот этого вот камня, поэтому я считаю, что вот если вы покупаете изделие вот с таким вот каким-то камнем, это не обязательно, что вам нужно потом искать одежду в цвет, которую вы обязательно должны подбирать вот к такому вот камушку, если он такой яркий и красивый, то это может быть черное, это может быть коричневое, любое вообще однотонное платье или блуза, которую вы надеваете, или свитер, вы можете носить вот с таким вот изделием, потому что оно просто как контрастное пятно, очень красиво выглядит. Следующий кулон очень необычный, вот такой вот слон, причем зеленоглазый, зеленоглазый слон, и он довольно большой кулон, он сделан из двух частей, видите, у него вот эта вот верхняя часть, голова, и вот эти вот ножки филигранные, они вот переделаны крючком сзади, видите, соединены, и вот так вот они двигаются и ходят. Очень смешное изделие, очень смешной кулон, тоже на конце крючок, давайте я вам сейчас лучше покажу, вот так, видите, крючок на конце, что это тоже говорит о его ветхости, винтажности. Чуть-чуть потерт он вот здесь вот по углам, вот тут вот задние вот эти вот части, вот здесь вот, вот здесь, они чуть-чуть-чуть обтерт металл, из чего я делаю вывод, что его носили довольно активно, посмотрите, как он выглядит в профиль, видите, у него вот этот вот нос, смешной такой торчит. Ну, в общем, очень смешная вещь, я, маркировок никаких нету, но я каким-то десятым чувством почувствовала, что это не просто какая-то вот смешная, забавная такая вещица, я нашла в интернете точно такого же слона, только с синими глазами, голубоглазого слона, мой зеленоглазый, и там было написано, что это изделие Джулианос, ну, и там цена такая довольно приличная была, что-то около 40 долларов, а я потом вставлю картинку сбоку, ну, купила я его, конечно, за 5, 7, 5, 4, что-то такое, короче, смотрите, когда я произношу, что это Джулиано, а кто знает, девочки, то это довольно известный, такой хороший, качественный, винтажный бренд пижутерий, я, то, что вот я как бы нахожу в интернете, то, что продают на других площадках, например, на Etsy или на eBay, и они это позиционируют как Джулиано, я вот пользуюсь вот такой информацией, другой у меня нету, поэтому я повторяю то, что я вижу в интернете, возможно, это неправда, но, как правило, я заметила, что вот люди, которые продают такие вещи, они, как правило, пишут, ну, не всегда, но, как правило, стараются писать то, что есть правдивую информацию, потому что, в принципе, у нас как бы вот на eBay и на Etsy, если продавца поймают на том, что он продает подделки, или что-то там пишет неправду про название компании, соответственно, назначает цену, не маленькую, потому что это вот Джулиано или Кора или что-то такое, то этому продавцу будет не очень хорошо, его даже магазин могут закрыть, но, опять же, повторяю, что всякое бывает, кстати, очень интересная вот такая вот цепочка филигранная, я не знаю, вам видно или нет, простите мои ногти, мне пора уже их делать, мне пора в салон, никак не соберусь не сделать опойминг и сходить, короче, вот показываю, рассказываю, написано, что это Джулиано, очень может быть, потому что, насколько я знаю, компания Джулиано, она не стала маркировки на своих изделиях, поэтому вот проверить невозможно, давайте померю его, оно очень своеобразное и очень интересно выглядит на шее, надела я слона, причем, ну, как бы, за счет того, что есть крючок, то крючок можно зацепить за любое звено и получится, что можно его делать длиннее, короче, вот я надела так, чтобы вам было видно, очень своеобразное украшение, очень нужно, как бы, подбирать под него аутфит, наряд, потому что оно, конечно, не ко всему подходит, но к этой блузке, наверное, не очень, но определенной одеждой, мне кажется, что это прям будет очень, прям бомба, бомба ракета, потому что оно настолько оригинальное и необычное, вот я за это люблю, как бы, секонд, что там уже найти такие вещи, которых уже давно нет в магазинах, они нигде не продаются, они очень редко, где можно встретить, и, в принципе, это вещи, которые-то были когда-то довольно дорогие, они сейчас надешевые, потому что они, как бы, это уже винтаж и так далее, но вот, как бы вот, вот такая вот, вот я в слоне, я со слоном, мне кажется, прикольно, нравится, люблю такое. Следующее украшение тоже такое своеобразное, такое бухо, вот такая вот штыковина, кулон, на такой вот кожаной цепочке, почему я говорю кожаной, не цепочке, ремешке, почему я говорю кожаной, потому что я тоже нашла его в интернете, потому что здесь есть название компании, там есть полное описание, название, сейчас прочитаю, название не прочитаю, потому что здесь вот этот вот, знаете, Цетлик с, как бы, с брендом, но нету слова, а есть какой-то значок, но по картинке я вот эту штуку нашла, значит, в интернете, посмотрите, какая она красивая сначала, потом я вам расскажу про нее, вот такой вот интересной формы кулон, здесь вот что-то голубое, вы знаете, мне кажется, или камень, или стекло, ну, так довольно, ну, не пластик, во всяком, мне так кажется, вот здесь вот он так сделан, а сзади кулон тоже сделан очень красиво, посмотрите, как красиво он сделан, вот, и вот такая вот веревочка, с такими вот еще бусинками какими-то, и вот с такой вот штукой, и вот такое вот украшение, да, бренд его я нашла название, я, может быть, даже вам сейчас его озвучу, я прочту, я потому что сделала скриншот, название бренда Силпада, 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 я не знаю, как ставить ударение, никогда не слышала, первый раз, но, значит, написано, что это серебро с позолотой, и на каком-то ресурсе я нашла, что его продают за 94 доллара, представляете, ну, то, что продают, они могут и за тысячу продавать, это не значит, что они его продадут за 94 доллара, но, знаете, написано, что это натуральная кожа, написано, что это вот все серебряные, вот эти вот штучки все, что сам он сделан из серебра, хотя, нигде нету никакой пробы, вот это меня смущает, понимаете ли, потому что, когда изделие серебряное, на нем всегда стоит пробы, а здесь нету пробы, может быть, я ошибаюсь, конечно, но я не нашла ни на застежке, ни вот здесь, вот на этой штуковине, здесь какие-то значки, просто какие-то странные, но, поэтому, насчет того, что он серебряный, ну, так написано, причем, ни в одном месте, я нашла, где его продают, вот за 94 доллара, потом я где-то нашла описание его, как какого-то вот, вот именно этого бренда, и там тоже было написано, что это silver, не суть, не важно, я купила его за 6 баксов, поэтому серебряное оно или нет, мне даже особо не важно, мне просто очень оно понравилось, очень красивое, тоже такое цветовое пятно, необычной формы, очень хорошо, очень качественно сделано, просто необыкновенно, просто такое, знаете, ну, вот вы держите в руках, вы понимаете, что это не какая-то китайская, там, сделанная на коленке, подделка под что-то, а вот действительно, такой вот интересный, очень хороший, интересный, кулон, интересное украшение, так вот оно смотрится, не очень хорошо видно, потому что я сижу, и оно как бы вот опирается, давайте я его немножко, здесь видите, вот эти вот штучки, так интересно, я его сейчас немножко приподниму, чтобы вы поняли, как оно выглядит на шее, ну, вот такое вот тоже, цветовое пятно, яркое цветовое пятно, мне кажется, очень красиво, я очень люблю всякие вот голубые, бирюзовые, вот такие вот цвета, зеленый и голубой, вот это мои самые любимые цвета в украшениях, поэтому я, конечно, его схватила, выглядит он красиво, интересно, необычная такая форма, но это какая-то стрела, там написано, типа, знаете, стрела индейца, или что-то такое, не знаю, ну, в общем, или окулезуб, я даже не знаю, на что это больше похоже, там в описании было написано, что это, ну, как бы, эру, форма эру, это стрела, вот, вот такая вот штуковина, и действительно, материал этот, я так и не поняла, из чего он сделан, но он такой вот, знаете, бугристый, объемный, интересный, очень интересный, так, браслет, вот такой вот интересный, необычный браслет, ценен он еще и тем, что это бренд Кора, это тоже очень известная, винтажная, бижутерная компания, посмотрите, как он сделан, красиво, как, как необычное, какое плетение, он очень интересного цвета, он и не серебряный, и не золотой, у него есть некоторый сход покрытия, вот здесь вот внутри, он не идеальный, но, поскольку он старенький, то это, конечно, я ему это прощаю, вот такая вот застежечка, здесь, видите, написано Кора, ну, девочки, которые, понимают, как бы разбираются в винтажных названиях брендов, то вам это что-то говорит, кто не очень этим интересуется, то им это ничего не говорит, ну, я снимаю для всех видео, короче, вот такая вот, вот такой вот браслет, шикарный, просто необыкновенно красивый, и очень интересный цвет, его, знаете, он не золотой, не серебряный, а такой какой-то между, между прочим, посмотрите, как красиво он выглядит, у меня немножко отсвечивает, знаете, что я на другую руку сейчас надену, потому что у меня от окна отсвечивает, вот, смотрите, как красиво, что еще мне важно в браслетах, мне все браслеты велики, я всегда, браслеты у меня всегда падают, вот я одеваю браслет, и он у меня, даже этот, в принципе, если так постараться, то его можно снять с руки, без того, чтобы его расстегивать, но, в принципе, я вполне могу, его носить, вот такой вот он интересный, вот такое плетение, такой тоже, знаете, такой, качественно сделанный, по-английски это называется, solid, в общем, красивая вещь, прям шикарная, я бы сказала, и очень действительно интересный цвет, настолько интересный цвет металла, что к нему очень трудно подобрать, ну, вот что там, серьги или кулон, поэтому, скорее всего, носиться он будет вот один, вот такой браслет, и больше ничего, потому что у меня, как бы, к нему ничего нету подходящего, вот, но очень сделан красиво, видите, вот, весь какой-то такой, вот, из чешуек каких-то таких сделан, необыкновенная красота, супер, очень красивая, так, теперь у меня две брошки, и еще у меня есть два ожерелья и браслет, которые я оставлю на конец, вот такая вот брошь, можно сказать, целое брошище, огромная, большая, необыкновенной красоты, посмотрите, какая она шикарная, никаких опознавательных знаков, в ее винтажности я сильно сомневаюсь, я уж разглядывала там обратную сторону, и так, и так, но что-то я так и не поняла, если честно, девочки, недостаточно моя экспертиза для того, чтобы понять, насколько она винтажная, посмотрите, как она сзади сделана, тоже интересно, очень аккуратно, тоже такая тяжелая, тоже солит такая брошка, и она такая, знаете, двухэтажная, то есть она, у нее как бы два уровня, вот, один уровень, это вот этот вот верхний цветок, и вот это вот как бы нижний, нижний уровень, она такая объемная, необычная, и, конечно, очень большая, и, конечно, очень красивая, и, конечно, сейчас я ее примерю, и постараюсь вам показать в полной красе, как она выглядит на одежде, ну вот, значит, она довольно тяжелая, поэтому, вот, эта блузка у меня, она тоненькая-тонькая совсем, поэтому, ее надо носить на что-то толстое, на лацком пиджака, пальто, может быть, толстый свитер, но вот на это вот непосредственно, она, я так сижу, стараюсь не двигаться особенно, потому что она, когда двигаешься, то она вот, ткань собирается, ну, конечно, очень красиво, необыкновенная красота, и такая прямо, ох, по-моему, совершенно шикарная вещь, очень красивая, большая такая, знаете, statement piece, то есть, вот, вы в ней будете, никто не пройдет мимо, и не заметив ее, шикарная брошь, очень красивая, еще одна брошь, немножко похожа на первую, тоже, ну, просто, необыкновенная, просто красоты, и все в ней есть, и жемчуг, и бриллианты, и такие, и сякие, потому что есть белые, видите, стразики, и есть серенькие, такие темно-серые, эта штука имеет подпись, этот бренд называется Эйн Клейн, Эйн Клейн, это американская компания, она современная, скорее всего, они делают одежду, они делают сумки, они делают украшения, очень много они делают брошей, но, скорее всего, конечно, она не винтажная, но это не делает ее менее красивой, причем у них броши такие, ну, стоит в магазине порядка, там, ну, там 30-40 долларов, купила я ее, конечно, там тоже за 5, или что-то такое, я, если честно, не представляю, как человек может вот такой вот выбросить, ведь second hand, вот в этих вот, в Алиу Вилоч, в которые я хожу, там вещи, которые люди просто отдают, ну, вот, собирают все, что им не нужно, и просто отдают бесплатно, то есть, это как бы такой charity organization, которая занимается тем, чтобы у людей берет бесплатно вещи, одежду, украшения, обувь, продают ее за деньги, и эти деньги, значит, идут на, на всякие charity, как это сказать, ой, на благотворительность, но и Лизки не выучили, русские забыли, да, короче, такая красота, я очень много то, что даю, в основном одежду, которая у меня мала, из которой я выросла, причем иногда это с этикетками, иногда кое-что я продаю, а то, что невозможно продать, я как бы просто отношу им туда, складываю в большие мешки, потому что я, то я выросла в размере, то вообще вышла из моды, то знаете как, поэтому много чего, но, наверное, мои одежды, которые люди видят, они тоже думают, как можно было это выбросить, но, как вы понимаете, одежда занимает много места, обувь, ее негде хранить, если она вам не нужна, вы ей не пользуетесь, вы ей не носите, то, конечно, куда-то ее надо девать, а вот такие вот вещи, они маленькие, они, как бы не занимают много места, я не представляю, как можно это выбросить, тем более, что она абсолютно новая, то есть, если вам не нужна, ее можно просто подарить кому-то, там, сестре, бабушке, маме, подруге, я не знаю, с одеждой сложнее, потому что не всем она нравится, не всегда размер подходит, и тем более, ноженой одежды вообще не принято дарить, а вот украшения вполне даже очень у нас могут дарить, передарить и так далее, поэтому вот такой вот длинный спич я произнесла по поводу этой брошки, сейчас я ее примерю. Так, я решила ее на эту сторону приколоть, мне кажется, здесь свет падает сюда больше, и как-то немножко бликует, вот такая вот красотка, ну, правда же, необыкновенная, действительно, очень-очень красивая брошь, очень нарядная, опять же, подойдет много к чему, на пиджак, на ласкан, например, просто потрясающе, на платье какое-то черное, вот такие вот жемчуга с кристаллами, можно к ней надеть сережки с жемчугом, можно к ней надеть серьги со стразами какие-то, просто серебряные, ну, такие блестящие, серебряного тона, в общем, просто прелесть, какая же красота, сама любуюсь, и, наконец, две последние вещи, самые, которые мне больше всего понравились, и которые, ну, на мой взгляд, самые ценные, значит, первый, это браслет, он подписан, это Моне, я нашла его в интернете, написано, что это, что он позолоченный, это не камушки, это, по-моему, кристаллы, но довольно тоже немало он стоит, причем я нашла разные его версии, я нашла вот такой с разноцветными камушками, я нашла с однотонными камнями, он настолько нежный и настолько красивый, что я просто вообще в шоке от того, опять же, что кто-то такую вещь вот просто вот так вот выбросил и отнес в секонд-хенд, он абсолютно в идеальном состоянии, у него нет никакого схода покрытия, но судя по тому, что это действительно, если написано, что он позолоченный, то это неудивительно, посмотрите, как красиво сделана вот эта вот, его как бы внутренняя часть, насколько качественно, насколько все бесподобно, ну как будто бы это действительно что-то очень дорогое, какое-то ювелирное изделие, вот такой вот он толстенький и вот такой вот он красивущий, сейчас я его надену, вот так вот красиво он смотрится на руке, очень нежный, очень тонкий, очень элегантный, просто бесподобный, ну и вот видите, размер мне как раз подходит, он с меня не потеряется, не упадет, но он потрясающе красивый, необыкновенной красоты, конечно, это вещь, 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 причем он, я даже рада, что у него разноцветные вот эти вот камни, потому что я видела в интернете есть однотонные, а вот мне именно нравится то, что у него все, все камушки разные, и очень-очень нежные цвета, прям такие, прямо знаете, ну загляденье просто, честно говоря, он выглядит как будто золотой браслет с камнями, настолько он качественно, хорошо сделан, что никто даже не поймет, что это бижутерия, при этом, ну не в этом суть, конечно, но все-таки, при этом, знаете, мало очень металла, в основном видны камушки, то есть вот оправа камня, настолько тонкая и маленькая, что даже особо не видно какой-то цвет, ну видно, что это он желтый, конечно, но очень красиво, просто бесподобно, и последняя вещь, которую я считаю своей супернаходкой, которая вот, является кладом, который я нашла, тра-та-та-дам, это ожерелье, и вот вы думаете, это просто ожерелье, а это не просто ожерелье, это ожерелье Сваровский, если вы видите, то вот здесь вот есть вот этот лебедь, я правильно показываю, нет, его надо перевернуть сейчас, тогда вы увидите, что это лебедь Сваровский, и оно очень красиво сделано, очень качественно, вы знаете, что изделие Сваровский стоит недешево вообще ни разу, в общем, как бы цены там, ого-го, оно не новое, ну в смысле, я вижу, что по фасону, по дизайну, это вещь таких, знаете, может быть тоже, наверное, 90-х, 80-х, может быть, самое начало 2000-х, но все абсолютно, абсолютно в идеальном состоянии, все, видите, задняя сторона, все блестит, переливается, все камушки на месте, все как бы, все на месте, и естественно, потому что Сваровский делает очень качественные украшения, которые, в принципе, служат довольно долго, ну, всякое бывает, давайте так, честно, я слышала истории, что там тоже и покрытие сходит, и камни выпадают, да и в Шанели камни выпадают, в украшениях, знаете, есть у них вот эти сережки с жемчужинками, и буквы вот это СИСИ, или там со стразиками, так, у меня есть такие сережки, мне повезло, они как бы не порченные, а у меня есть знакомая, она раз там полгода носит их в Шанель, потому что, на ремонт, потому что у нее вываливаются стразы из них, в Шанели, за сумасшедшие деньги, за шаленый куплен, давайте примерять, красивое украшение, пам-пам-пам, ну, красиво, правда? Оно такое нежное, такое деликатное, такое изящное, настолько благородное, я бы даже сказала, прям такое, такое, прям благородное, и очень красивое, и очень необычно сделанное, знаете, здесь несколько иззвеньев, вот здесь вот камушки, здесь просто золото, здесь снова камушки, ну, в общем, как-то оно такое немножко асимметричное, и это придает ему, по-моему, такой красоты и необычности, я считаю, что мне очень повезло, девочки, потому что, кроме того, что это Сваровский, оно необыкновенно красивое, оно абсолютно ко всему подходит, его можно носить с чем угодно, ну, и опять же, вы знаете цены в Сваровске, и вы понимаете, что такое, я даже не знаю, сколько, ну, долларов 200, наверное, 250, больше, 300, у них очень поднялись цены сейчас, у них, вот, прошлая коллекция, прошлые годы, у них были, ну, какие-то цены там, в районе, там, 200-500 долларов, там, вот так, а сейчас они выпустили последнюю коллекцию, она очень оригинальная, и очень отличается от того, что они делали до сих пор, совершенно другой подход, совершенно другой дизайн, может быть, вы видели, там другой, по-моему, сменился дизайнер, и, если честно, Сваровский немножко так начал загибаться, как-то он потерял свою популярность, хотя у нас очень даже популярен он в Канаде, и они решили сменить полностью свой дизайн, они сделали совершенно другие украшения, с такими большими, яркими, такими, кристаллами, красиво, кстати, мне нравится, но там цены вообще запредельные, я зашла посмотреть в онлайн, их магазине, там тысячи-тысячи долларов, полторы тысячи долларов, то есть цены, как, я не знаю, как в Тиффани, как в общем, что-то безумное, вот, но, вот это как бы старая вещь, она как бы не современная, не из последних коллекций, но, тем не менее, Сваровский вещь дорогая, и очень качественная, вот такое вот ожерелье, красивое, необыкновенное, все, дорогие друзья, вот завершила я свой показ, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, и действительно, мне было что показать, и я очень этому рада, делаю такое видео примерно раз в месяц, потому что захаживаю в секонд-хенд, и очень редко что-то нахожу, но вот, как видите, все, все-таки нахожу, на сегодня все, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вы мне поставите лайк, и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, за всем буду с вами прощаться, всего вам доброго, удачи, здоровья, всего хорошего, с вами была Дита из Канады, люблю, целую, пока-пока-бай.